Кризис зомби распространился по всему миру. Даже став зомби, человечество все еще сохраняет свои старые привычки. Эта девушка была склонна к покупкам, прежде чем стать зомби, и это ситуация, когда она сидит в метро, держась за ручку. Самое страшное, что этот спортсмен стал зомби. Он может прыгать в 10 раз выше, чем раньше, смотрите, он три раза прямо в небо, хотя голова его застряла в круге. Итак, всем привет, вы на канале Movie Time. Сегодня мы немного коснулись зомби-эпидемии, но у меня не хватило духу ее коснуться, так что без промедления подписывайтесь на канал и ставьте лайк на видео, все наши фильмы в нашем телеграм-канале. Несколько дней назад Майк пришел в дом своей девушки, чтобы проверить, он посмотрел в щель в двери, а его девушка сидела на кровати в странной позе, затем она медленно перевернулась и упала на пол. Не понимая, что он делал, его девушка выгнала его из дома. Он даже хотел забрать ее домой, Майк был вынужден использовать дверь против своей подруги. Но после мутации сила ее возлюбленного была поразительной. Он отвез ее прямо домой и сильно укусил за ладони. Хорошая новость в том, что у девушки больше нет зубов, поэтому она больше не может причинить Майку боль. Набравшись сил в борьбе, в итоге Майк вышел, увидев на глазах мертвого любовника своей девушки. На улице был хаос, улица была полна зомби, машины врезались друг в друга, Майк не мог отличить людей от зомби. Он мог только продолжать идти вперед. Одна женщину сбила машина впереди него. Майк был в ужасе. Увидел такси, водитель спал, разбудил водителя и сел в такси с одного мужчиной и одну женщиной. Водитель сразу же увел машину с места аварии. У товарища рядом с мертвым телом пошла кровь из носа. Оказалось, что он уже был укушен перед тем, как сесть в машину, когда он сказал, что укусит парня. Майк выкинул его за дверь, и это было не в конце. Водитель мутировал в форму офицера. По его лицу побежали черные вены, и он изо всех сил нажал на газ. Майк быстро затащил девушку на заднее сиденье и пристегнул ремень безопасности. Когда они проснулись и обнаружили разбитые машины на дороге, они получили сообщение на свой телефон, что гора Фудзи является безопасным местом и свободным от зомби. Именно поэтому они решили отправиться на поиски единственной надежды на пути Майка. Вендинг заметил след от укуса на его шее и тут же встал, чтобы защитить себя. Как выясняется, Вендинг изменилась из-за того, что у нее не было силы токсичности, созданной мальчиком, укушенным окером. Он снова создал иммунитет. Майк был очень напуган. Но он все равно взял с собой Венди. Когда Венди мутировала, Майк уже собирался убежать и попросить помощи у лесничего. Но так как гнездо зомби, его подкинули Майку. В этот момент прибывает Венди и спасает его, показывая, что он полностью мутировал, наполовину человек, наполовину зомби, и они продолжают свое путешествие. Потом они пришли в небольшой пустой городок, где царила жуткая атмосфера. Майк зашел в магазин одежды. Внезапно позади него появился зомби. Когда пича легла, появилась таинственная женщина, и Майка снова спасли. В Майке что-то есть, он только девочек спасает. Да, женщина привела его к выжившим на крыше. Они собираются на крыше здания, где хозяином является этот мужчина, он просит Майка сдать оружие и угрожает жизни Венди. Когда Майк отказался, мужчина пришел за пистолетом Майка, Майк сдался, и у него не было другого выбора, кроме как присоединиться к ним. Потом они пошли на склад собирать припасы, они не знали, что это место небезопасно. Внезапно пришла огромная волна зомби. В этот момент Майк решил сбежать еще одну раз, он спрятался в шкафу «Берегись», этот зомби-спортсмен побежал и прыгнул прямо на крышу 10 этажа. Во сне было очень страшно, скоро зомби распространил вирус на всех на крыше, кроме Анна и Венди были последними выжившими на крыше, и Анна достала рацию и позвала на помощь людей на складе. Майк все еще был в шкафу, когда все остальные вышли на улицу, чтобы сражаться с зомби, он глубоко вдохнул и посмотрел в зеркало, анализируя свою жизнь, стыдясь себя за то, каким трусливым он был. Он бросился проживать последний момент своей жизни доблестно. Зомби прибежал, Майк ударил зомби по голове тягачом, он взял рацию и сказал Анне Ейду, он добрался до парковки и получил пистолет, на другой стороне Анна привела фургон за собой на парковку много. Трое из них встречаются, но вскоре после выживания преследующих их зомби все люди оказываются в одном месте. Они собрались, но к сожалению, на них напали зомби спереди и сзади, люди которым ничего не оставалось, кроме как драться сражались с зомби, но к сожалению, все превратились в зомби, теперь остались только Анна и Венди, Майк был беспомощен, только надежда пошла к зомби. Решительный Майк в конце концов побеждает всех зомби вокруг себя и превращается из робкого мальчика в непобедимого героя. Вау, ребята, подписка бесплатна, и по-видимому, 90% людей смотрят его, не подписываясь на канал. Если вас заинтересовал фильм, интересные видео еще впереди, нажимайте красную кнопку ниже, мы не берем с вас деньги, а с Кенотаймом вы в курсе новых видео и цените нашу работу, жмите лайк, можно смотреть фильм на нашем телеграм-канале. Если вам понравилось видео, не забудьте нажать лайк и подписаться, увидимся в кино.